Тоже, я не знаю, смотрит ли кто-то видео, которое больше 15 минут не отрываясь, если это видео разговорного плана, вряд ли. Скорее всего, вы делаете домашние дела, едете в машине, может быть, валяетесь на кровати, что не очень круто, но иногда после работы приходится. И по этой причине сегодня я не буду мелькать своей головой на экране, и текст, который я написал пару лет назад, как раз-таки посвященный вот этому Марииному стоянию, вот этой удивительной службе, на которой сочетается и канал Андрея Критского, и Житие Марии Египетской. Написал текст, мне кажется, он интересный, и поэтому я предлагаю вам его послушать. Я вчера его зачитал, сегодня сейчас наложу на это видео, и на экране ничего не будет происходить, будет просто картина или икона Марии Египетской. Вы можете идти заниматься своими делами, и послушать это до конца поста, остается не более 10 дней, поэтому не забывайте, пожалуйста, скоро все кончится, а пост пока продолжается, и давайте мы не упустим эти последние деньки. Похоть – это зверек, которого чем больше кормишь, тем больше он просит есть. Так говорили древние, и она это прекрасно знала. Совсем юной, попробовав на вкус запретный напиток блуда, она продолжала пить его каждый день, и не могла остановиться. В городе многие уже знали ее, еще бы, красивая и молодая, она, кажется, забыла, что такое женская недоступность и норма приличия. Причем деньги ей были не нужны, не за ними она гналась, и вот это было страшно. И для матерей, у которых подрастали сыновья, и для жен, у которых мужья зачарованно оборачивались, стоило ей пройти мимо них. Молодая и красивая, она каждый день пыталась заглушить огонь, бушующий в ее теле, и для беспощадного пламени греха нужны были новые дрова, все больше и больше. А сгоревшие головешки, они сделали свое дело, и больше не нужны. Возрел я на красоту сада, и прелестился умом, оттого лежу наг и стыжуся. Великий канон, песня вторая. Женщина в одежде блудницы, с лукавым сердцем, неугомонная и дерзкая, и дома ей не сидится, то она на улице, то на площадях, за каждым углом подстерегает. Царь Соломон еще за полторы тысячи лет до этого описывал подобных ей, и предостерегал прямо о том, чем кончается общение с такими. И тот час пошел он за нею, как бык идет на убой, как олень ступает в ловушку, где стрела пронзит ему печень, как птица летит в селок, не зная, что поплатиться жизнью. Многие пали ее жертвой, немало людей она погубила. Ее дом – это путь в Шоол, дорога к обителям смерти. Наивные юнцы видели в ней потенциальную супругу, чужие мужья, средства для удовлетворения страсти, их жены называли ее исчадием ада, а старые торговки на рынке то смеялись над ней, то плевали в ее сторону. А еще был Бог, и он смотрел на нее иначе. Согрешил я, Спаситель, но знаю, что ты, человеколюбив, наказуешь состраданием и милуешь с пламенную любовью, взираешь на плачущего и поспешаешь, как отец, воззвать сына блудного. Великий канон. Песнь первая. Есть такая история у Авва Дорофея, как двух прекрасных малышек продали в рабство, и одна попала в монастырь, а другая в публичный дом. И каждую воспитывали соответственно призванию этих учреждений. И когда девочки подросли, когда стали девушками, эти бывшие нежные подружки, сошедшиеся в детстве на галере для пленников, оказались по разные стороны баррикад, вели себя совершенно по-разному. И хотя они жили в одном городе и были одного возраста, молодую блудницу по понятным причинам большая часть общества презирала и ненавидела, а юную послушницу обожала. Но Господь видит в каждом человеке того самого ребенка, который когда-то с любовью смотрел на небо, жалел сорванный цветочек и перед сном неумело крестился. Он смотрит в сердце каждого грешника и ждет возвращения блудного сына, смотрит на пыльную дорогу, вот-вот из-за поворота покажется сгорпевшаяся фигурка. Бог не переломит надломленного тростника и фитиля гаснущего не загасит. И в случае с Марией он дождался. «Помилуй, Господи, помилуй меня, взываю к Тебе, когда придешь с ангелами своими воздать всем по достоинству дел их». Великий канон, песнь третья. Здесь, кстати, на полотне истории появляется новая великая фигура – Пресвятая Богородица. Мы не знаем, но, может быть, перед ее иконой было пролито множество слез, прежде чем в сознании Марии произошел коренной переворот. Девочка в 12 лет сбежала из небольшого селения в мегаполис, но дома остались ее близкие. Те, кто крестил ее, кто научил складывать правильно пальцы правой руки, кто вообще воспитал маленькую Машу в вере, ведь она прекрасно знала, как мы увидим потом, кто такой Христос и кто такая Пречистая Дева. Она по детской привычке хотела вместе с паломниками приложиться к святыне, животворящему кресту. Мы можем предположить, что до подросткового бунта Мария худо-бедно воспитывалась в вере, а значит, почти наверняка были те, кто молились со слезами за сбежавшую дочку или внучку, просили Пресвятую Богородицу помочь своей опустившейся на дно тезке. Говорят, искренние молитвы, как некий комок отчаяния и надежды, повисают между небом и землей и продолжают кричать к Богу, просить о помощи. В момент, когда свободную волю человека дает возможность Господу вмешаться, эти молитвы как бы детонируют, и взрыв их совершает чудо. Марии было уже 29 лет, когда Бог властной рукой не дал ей пройти в храм вместе со всеми, и вдруг сердце ее защемило, и она разом все поняла, разом взяла на себя смелость честно признаться. Я грешила все эти годы, хоть и боялась сказать об этом самой себе, хоть и заглушала чувство катастрофы все эти 17 лет. От юности, о Спаситель, заповеди Твои приступил, вся жизнь прошла небрежно в страстях и унынии, посему взываю к Тебе, Спасителю, хотя при конце, спаси меня. Великий Канон, Песнь Первая Конечно, человек всегда находит то, чего ищет, к чему стремится его сердце. Тогда в огромной Александрии юная Маша, сбежавшая из-под родительской опеки, нашла себе тех, кто научил ее блуду, маленького совсем еще человека. Может, кто-то отказался, посовестился, а кто-то наверняка начал увещевать. Вернись, мол, домой, бедняжка. Мария все-таки нашла то, что искала. Но горе тому человеку, через которого приходит соблазн. Апологетам добрачных связей, защитникам теорий, надо пожить, проверить совместимость, стоит помнить эту древнюю историю. Вполне вероятно, как обычно бывает в таких случаях, Маша сначала влюбилась со всем жаром юного девического сердца, и влюбившись, во всех смыслах растворилась в своем избраннике. А потом, когда тот неожиданно для нее наигрался, отбросил девочку от себя, как ненужного котенка. Вот тогда-то и ломаются души, тогда-то и появляются на свет блудницы, тогда-то и пускаются вчера еще чистые девочки во все тяжкие. Пал, как Давид, блудно, и осквернился, но омой и меня, о Спаситель, слезами. Великий канон, песня вторая. Но вот преображение, горячая молитва, вопль Пресвятой Богородицы, тихий, но уверенный ответ, иди за Иордан, там спасешься. Заметим дальше, Мария ушла в пустыню, но не сразу. В храме Иоанна Крестителя она причастилась к святых тайн. Вот он, великий и важный пример для нас. Святая причащается до подвига покаяния, не держа заметить трехдневный пост и, скорее всего, не читая положенных канонов. Здесь все непривычно, все соответствует необычности ситуации, но суть одна – без тела и крови Христа нам не спастись. Я буду каяться в пустыне годами, потом очищусь и потом приду причащаться. Нет, так не думала Мария. Ей нужны были силы для этого покаяния, нужна была крепкая рука Христа, нужны были его дары, обжигающие грех и очищающие сердце, и она причастилась без сомнений. Мы с вами тоже не должны ждать конца Великого Поста, чтобы на Пасху принять святое причастие. Нет, церковь на каждых выходных устраивает евхаристический пир и зовет всех принять в нем участие. Среди недели мы тоже можем соединиться со Спасителем в Таинстве Причащения, но вот приходим ли, готовимся ли, чувствуем ли в этом нужду. Грешен я, грешен, какое мне причастие, лукаво оправдываем себя мы, пусть образ Марии, еще вчера блудившей, а сегодня покаявшейся, будет судить наше нежелание встречи со Христом, лицемерно прикрывающееся недостоинством. Тело Твоей кровь, распинаемый за всех, Ты положил слове, тело, да мне обновишь, и кровь, да моешь меня, ду уже Ты предал, чтобы меня привести Христе к Твоему родителю. Совсем скоро в наших храмах будет удивительная служба, которую в народе называют Марии Настояния. Совершается она на пятой неделе Великого Поста, в среду вечером, либо в четверг рано утром, второй более правильно. Наверное, ввиду своей особой понятности, священник Самвона читает Житие Святой, все слова можно разобрать, это богослужение всегда трогает сердца верующих. А может, в образе Марии каждый из нас подспудно видит собственную душу? Это хорошо, если так. Главное, решиться перейти за Иордан. Кроме громкого чтения истории Марии Египетской, которая словно погружает нас в некое иное бытие, в древность, в пустыню, в монастырь к Зосиме, в лицезрение таинственной женщины, ходящей по водам и смиренно преподающей к ногам священника, кроме этой истории, нас ждет еще одна особенность – чтение Великого Канона Андрея Критского. Всего целиком. Мария почти полвека каялась в пустыне, и не было у нее возможности ходить в храм, причащаться, слушать проповеди, изучать Евангелие. И что же, быть может, она говорила, «Бог у меня в душе», и ей хватало общения с Ним без церкви? Какое там? Монах Зосима ужасно поразился прекрасному знанию Писания, когда и где пустынница научилась вставлять в свою речь цитаты из псалмов Нового Завета. Как сообщила сама Мария, это Господь таинственно научил ее всему. А что касается литургии, то святой Николай Кавасилы пишет о пустынниках, желающих, но не могущих причаститься. Таковых сам Христос освящал невидимо своим освящением. «Тело нечисто, дух осквернился, весь острупился, но как врач Христе, оба у врачей покаяния моим, а мой очисти, яви мой Спаситель чистым белее снега». Великий канон, песня 4. Итак, если жившая вдалеке от всех храмов и не могущая туда попасть Мария поучалась законе Господнем, освящалась таинственно на литургии, знала богослужебные тексты, то можем ли мы пренебрегать церковной жизнью? Нет и нет. А если не пренебрегаем, то обязательно полюбим святого Андрея Критского, потому что множество прекрасных песнопений и канонов, звучащих до сих пор в церквях, его рук дело. До семи лет он был немым, а потом однажды после причастия вдруг заговорил и сразу принялся изучать Писание и Богословие. Впоследствии Андрей станет одним из великих гимнотворцев, придумает само понятие канона, та самая молитва, где девять песен, помните, напишет множество духовных произведений. Одно из них – Великий канон. Это длинная и трогательная покаянная молитва, после которой мы поймем, каждый наш грех вписан в тайную историю мира, каждое преступление против Бога меняет эту планету к худшему, добавляя черных красок на полотно истории. Все человечество грешит, начиная с Адама, и вот на Великом каноне мы молимся, плачем, каемся, кладем поклоны уже не только от себя и за себя лично, а в то же время как бы от лица всего мира, вместе со всей Церковью. Откуда начну оплакивать окаянные моей жизни деяния? Какое начало положу Христе нынешнему рыданию? Но как милосердный даруй мне при грешении оставления. Великий канон, песня первая. Приходите на эту службу. Здесь Андрей встретится с Марией, здесь свою историю расскажет великий монах Зосима, здесь знойный воздух древней пустыни вдруг повеет на нас, замерзших без Бога, жителей каменных джунглей 21 века. 19 февраля мы начинаем марафон путешествия к Пасхе. Присоединяйся, и может быть впервые в твоей жизни Великий пост пройдет по-настоящему с памятью о Боге, молитвой, осмысленностью. Ты получишь 64 коротких мотивационных видео, тексты писания на понятном русском, еженедельные духовные упражнения и фидбэк от куратора и связь со священником. 15 минут в день и пост оживет. Ждем на борту.